А в Нефтьюганске накануне состоялось открытие мемориальной доски, посвященной подвигу выпускника одной из городских школ. Жители и родные солдата почтили память героя минутой молчания, а также возложили цветы. С подробностями наши коллеги. Средняя общеобразовательная школа номер 3 за свою историю выпустила множество достойных мужчин и защитников своей родины. Вадим Хисматулин был одним из таких, героем, который погиб, выполняя свой долг в зоне проведения СВО. Для нас это огромная потеря, невосполнимая утрата, и память о нем мы будем хранить всегда в наших сердцах. Мы никогда не забудем подвиги наших бойцов, которые встали на защиту мирного неба. О подвигах стихи слагают, о славе песни создают. Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут. Сегодня мы можем благодаря таким героям спокойно ходить по улицам нашего города. Героический подвиг выпускника школы был увековечен на доске воинской славы, рядом с другими, которые пожертвовали свои жизни во благо мирного неба. Сегодня у нас открытие мемориальной доски, посвященной Вадиму Дамировичу Хисматулину. Это герой из нашей школы, который погиб на СВО, но защитил свою школу, свой город, свою страну. Для нас это большая честь, что это выпускники нашей школы. У нас очень часто проходят мероприятия, напоминающие о важности помнить таких людей. Окончил школу, прошел срочную службу в армии и поработал оператором по добыче нефти и газа. В 2022 году Вадим поступил на службу по контракту и отправился в зону проведения СВО. Посмертно он был награжден Орденом Мужества. Вадим был очень, так скажем, добрым, отзывчивым человеком. Мы с ним дружили, сидели за одной партой. Реально он был патриотом своей страны. Он всегда это проявлял в любых действиях и словах. Почтить память героя специальной военной операции пришли его родственники, воспитанники школы и одноклассники, а также общественные деятели и представители команды Югры. Игорь Шмелев, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».